За нарушение правил работы перевозчиков оштрафуют и лишат лицензии. В областном центре пассажиры продолжают жаловаться на некачественную работу общественного транспорта. Частные маршрутки автобуса нередко позволяют себе отставать от установленного графика или вовсе проезжают мимо без остановки. Чтобы выявить недобросовестных перевозчиков, в Ульяновске проводят специальные рейды. А тех, кто нарушает, сначала наказывают рублем, а потом вовсе инициируют отзыв лицензии. Дальше только за Волжье, но уехать туда с остановки речной порт бывает непросто. Пассажиры сетуют, общественного транспорта не хватает. А тот, что есть, приходит либо с опозданием от графика, либо уже переполнен. По поручению главы города в Ульяновске организованы проверки работы перевозчиков. Накануне ревизора около двух часов в вечернее время суток конспектировали данные по каждой единице общественного транспорта. Мы фиксируем марку автобуса, госномер, номер маршрута и наполняемость его и время убытия с данной точки. В случае нарушения расписания или отсутствия транспортного средства на данной точке в определенное время будет составлен акт о правонарушении и с дальнейшим составлением административного протокола. А это уже утренняя проверка на улице Деева. Жителям левобережья с берега правого зачастую тяжело добраться не только домой, но и до центральной части города. Здесь верхняя терраса, здесь транспорт всегда переполненный ездит, поэтому частенько не останавливается, и интервал тоже между ними большой бывает. Особенно в пятницу очень проблематично уехать. Из-за несовлюдения графика страдают и студенты. Я пользуюсь 78-й маршруткой, потому что мне нужно ехать в политех на учебу. Но бывает, что они всегда не останавливаются, либо из-за того, что слишком перегружены, либо из-за того, что не хотят иметь проблемы с полицией. Они как бы просто проезжают и частенько опаздывают из-за этого. По итогам второго квартала этого года в отношении всех перевозчиков, работающих на автобусных маршрутах с нерегулируемыми тарифами, составлены протоколы из-за систематического несоблюдения утвержденного расписания. В городском управлении дорожного хозяйства и транспорта подчеркивают, на каждого из нарушителей наложены штрафные санкции, а за повторное подобное нарушение перевозчик может лишиться лицензии. Иск по 28 маршруту уже подан. Также после 31 декабря маршруты номер 4 и 28 будет обслуживать ПТП-1, которая поставит на линии автобусы средней и большой вместимости. Артем Петров, Вести, Ульяновск.